Привет! Сегодня предлагаю поговорить на тему защищенных смартфонов. Эти устройства в нашей стране пользуются особенной популярностью, и на это есть две вполне весомые причины. Во-первых, они очень долго могут работать без подзарядки, а во-вторых, им не страшны самые суровые климатические условия. Снег, вода, падение и экстремально низкие температуры не причиняют таким устройствам значительного вреда. А вот в плане железа подобным смартфонам похвастаться обычно нечем. Производительную начинку в них почти никогда не устанавливают, и, как по мне, это самый большой недостаток таких устройств. В этом видео мы будем смотреть на новой дуге V30. И могу сказать, что этот смартфон кардинально отличается от всех защищенных девайсов, которые мне когда-либо приходилось тестировать. С точки зрения производительности он находится примерно на уровне прошлогодних субфлагманов. Разработчики поставили сюда мощный чипсет Mediatek Dimensity 900, классный экран с частотой обновления 120 Гц, большой объем оперативной встроенной памяти, а также очень неплохую камеру. А еще эта модель поддерживает eSIM, поэтому от обычной сим-карты на физическом носителе теперь можно смело отказаться. Главная фишка такого решения в том, что виртуальных сим-карт можно привязать к телефону аж 4 штуки. В общем, давайте разбираться, чем еще может быть интересен этот смартфон, и какие плюсы и минусы мне удалось у него обнаружить. Итак, первое, что обращает на себя внимание, когда вы берете в руки дуге V30, его размеры. Аппарат получился поистине огромным. Высота его корпуса почти 18 сантиметров, ширина при этом чуть больше 8. Устройство весит немало и 375 грамм. Выглядит все это дело солидно, но в кармане джинс такую штуковину точно носить не будешь. Наверняка придется что-то придумывать с рюкзаком или сумкой. Дизайн у этого аппарата достаточно самобытный, и чем-то он мне напоминает премиальные телефоны прошлого. Задняя крышка отделана приятным на ощупь кожзамом, на ней располагается симметричный блок тройной камеры. Элементы управления стандартные. Справа мы видим кнопку включения и клавиш регулировки громкости, а слева совмещенный лоток для сим-карты и флешки. Есть также программируемая кнопка, на которую можно назначить одну из предлагаемых смартфонов функций. Например, включение фонарика или фотоснимок. Миниджека в этой модели нет. Производитель ограничился исключительно Type-C разъемом. Он прикрыт резиновой заглушкой, чтобы вода не могла попасть внутрь. Как я уже сказал в начале видео, дисплей у новинки тоже весьма неплох. Внутри установлена IPS-матрица с диагональю 6,53 дюйма. Разрешение у нее Full HD+. Есть поддержка HDR10 и 120 Гц. Поэтому анимации и все происходящее на экране выглядят идеально плавным. Максимальная яркость достаточно высокая, на солнце экран почти не слепнет. Смартфон умеет регулировать ее в автоматическом режиме. Датчик освещения в него поставить не забыли. Сам дисплей защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5. В целом степень защиты корпуса максимальная для подобного рода устройств. Смартфон сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и армейскому стандарту MIL-STD-810H. Так что вода и падение ему точно не страшны. Как я уже говорил в начале видео, основная проблема большинства неубиваемых телефонов кроется в их быстродействии. Чаще всего производители устанавливают в них не очень мощное железо, делая основной упор на автономность и прочный корпус. И с одной стороны это вроде бы правильно. В конце концов такие устройства покупают не для игр. Однако все мы понимаем, что пользоваться быстрым смартфоном всегда комфортней. И Дуги V30 это наверное первый защищенный девайс, который может дать вам почувствовать это приятное ощущение скорости. Смартфон работает на весьма производительном чипсете Mediatek Dimensity 900. Я упоминал, что этот чип ориентирован на субфлагманские смартфоны, поэтому уровень производительности в него очень приличный. Например, в бенчмарке Antutu чипсет набирает почти полмиллиона баллов. Такой производительности вам хватит, чтобы без тормозов поиграть, например, в Genshin Impact на максимальных настройках графики. Понятно, что с менее ресурсоемкими задачами смартфон также не будет испытывать абсолютно никаких проблем. Процессор практически не троттлит, производительность у него стабильная и даже в стресс-тестах я не заметил каких-то существенных просадок. Памяти в этой модели много. На борту установлено 8 гигабайт быстрый LPDDR5 оперативки и 256 гигабайт внутреннего хранилища. Причем для хранения данных используется тоже достаточно шустрая память стандарта UFS 3.1. В плане программного обеспечения смартфон нам не преподносит никаких сюрпризов. В нем установлен фактически чистый Android 12 версии. Собственной оболочки у компании DOOGEE на текущий момент нет. Из нестандартных фишек я бы отметил разве что лаунчер с упрощенным интерфейсом и крупными значками. Он так и называется – Изи лаунчер. Еще из интересного есть папка «Набор инструментов». В ней вы найдете много полезных утилит вроде компаса, шумомера и транспортира. Если ваша работа связана со строительством, наверняка эти фишки будут вам полезны. Я тестировал смартфон 2 недели и за это время мне не встречалось критических проблем со скоростью и стабильностью системы. В целом все работало достаточно хорошо. Некоторые проблемы есть разве что с локализацией. Порой встречаются пункты меню, которые либо переведены не очень лаконично, либо вообще не переведены. Я не могу сказать, что это проблема, обычно смысл заголовка всегда можно понять, но в целом, конечно, локализация в этой модели далека от идеала. Я надеюсь, что в будущем разработчики будут потихоньку ее допиливать. Как я уже говорил, смартфон умеет работать с электронной сим-картой. Для подключения eSIM необходимо обратиться в любой салон сотового оператора и обменять вашу физическую симку на электронную версию. Вам предоставят QR-код, который надо будет отсканировать в специальном приложении eSIM Toolkit. Далее дожидаетесь ее регистрации и на этом в общем-то все, можно смело начинать пользоваться смартфоном. Всего поддерживается до 4 виртуальных сим-карт, при этом одновременно использовать электронную и физическую симку нельзя. Блок камеры состоит из трех модулей. Основной на 108 мегапикселей, ультраширик на 16 мегапикселей и 20-мегапиксельная камера ночного видения. Есть также двойная вспышка и инфракрасные светодиоды для ночной съемки. Основной модуль фотографируют неплохо, снимки получаются резкие, детальные с правильным балансом белого. Ультраширик немного уступает ему по резкости и цветопередаче, однако и он может делать вполне хорошие фотографии в нормальных условиях освещения. Ночная съемка работает только в черно-белом режиме. Благодаря инфракрасным светодиодам вы можете фотографировать даже в полной темноте. Правда учитывайте, что подсветка работает только на расстоянии 2-3 метров, так что удаленные объекты ночью сфотографировать не получится. Смартфон умеет снимать видео в 4К разрешении, его качество я бы характеризовал как довольно среднее. Примеры записанного материала вы сейчас можете наблюдать на экране. А вот к батарее вопросов нет вообще. Емкости в 10800 мАч легко хватит на 3-4 дня более-менее активного использования. Если же пользоваться смартфоном исключительно в роли звонилки, он легко сможет продержаться целую неделю. При этом в комплекте вы получаете быструю зарядку на 66 ватт, способную полностью зарядить этот огромный аккумулятор всего за 80 минут. Беспроводная зарядка тоже поддерживается, правда ее мощность существенно ниже. Она ограничена всего 15 ваттами. А еще хотелось бы отметить, что в этом смартфоне есть поддержка 5G сетей, а также быстрого Wi-Fi модуля 6 версии. Итак, общие впечатления от смартфона DOOGY V30 у меня остались исключительно положительные. На данный момент это самый производительный защищенный смартфон из тех, что я тестировал. Плюсом этой модели я бы отнес современную аппаратную платформу, отличный дисплей и емкий аккумулятор. А еще тут неплохая камера и стильный корпус с кожаной отделкой. При этом смартфон обладает максимальной степенью защищенности. Его не страшно уронить или, например, намочить. Ложкой дегтя в данном случае являются лишь размеры и вес этого аппарата. Откровенно говоря, он получился довольно громоздким. Ну и локализация оставляет желать лучшего. Будем надеяться, в будущем разработчики над ней еще поработают. В остальном смартфон получился достойный. Если выбираете себе защищенную модель, крайне рекомендую обратить на него внимание. Ну а мы на этом, пожалуй, закончим. Напоминаю, что вы смотрели Geekonside.ru. До встречи в следующих видео.